Актуальная тема на Тагил ТВ. Сегодня текущие вопросы городского хозяйства обсудим с профильным совместителем главы администрации города Егором Крупусовым. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Надо отметить то, что вывозился везде мусор и в каникулы в том числе, и после обильного снегопада. Со стороны ГАИ были замечания? Конечно, предписания со стороны надзорных органов, они, естественно, существуют, потому что одномоментно привезти все дороги в нормативное состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, это невозможно физически. И, тем не менее, дорожные службы, они работали без выходных, круглосуточно, выводятся у нас в среднем по 60 единиц ежедневно в смену. Ну и такое же примерно количество рабочих, которые занимаются ручным подбором и очисткой тротуаров, автоостановочных остановок и пешеходных переходов. Вы говорили, вот 60 вывозится, это 60 машин или это в том? То есть единиц техники, да, в смену примерно выходит. Так, а если сравнить вот с предыдущими периодами, по тоннажу сколько вывезено, как? Смотрите, в этом году, естественно, вывоз снега, он более активно осуществляется, то есть на где-то 11-е число есть информация у нас, что 104 тысячи тонн снега вывезено на площадке для складирования. Ну, если говорить по прошлому году, ну, не за логичный период, где-то порядка 150 в общем было вывезено. Это за весь зимний период, да, 150? Да, поэтому, конечно, сейчас работа ведется более активно и в том числе очень большое количество техники, которую нанимают дополнительно у сторонних подрядчиков на сегодняшний день дорожной службы. А по финансированию есть возможность оплатить вот такой большой вывоз, объем вывоза снега? Финансов их всегда недостаточно, и тем не менее, мы в этом году делаем упор на то, чтобы город привести в порядок, растить и максимальное количество снега вывезти. Ну, финансы, конечно, требуется всегда больше, но я думаю, что пока на данном этапе этот год только начался, денежные средства у нас на данной статье есть. Есть ли данные по объемам выпавшего снега? Будет ли поводок нет в этом году? В целом, такую оценку делает Росгидромет. У нас есть информация о том, что в последний снегопад в течение двух суток выпало примерно более одной месячной нормы осадков. И, в общем-то, по аналогии с прошлым годом, конечно, величина снежного покрова выше. Но на данный период где-то порядка 45 сантиметров уровень снега в среднем имеется в виду. Но сказать пока по прогнозу на поводок, это, скажем так, дело неблагодарное. Где-то примерно в марте месяце будет уже прогноз, то есть исходя из объема воды в снеге, который присутствует, ну и всего, сколько будет выпадет снега. То есть тогда уже можно будет сделать прогноз, но, соответственно, мы все равно к этому готовимся. То есть будут даны предельные сработки водохранилищ. Но надо сказать, что по текущему году мы видим, что у нас недостаток воды в наших водоемах и реках в том числе. Поэтому думаем, что в этом году, наоборот, удастся пополнить эти объемы. В общем-то, они свободны и на сегодняшний день есть. Но, тем не менее, к поводку будем готовиться и своевременно, естественно, будем проверять наши гидротехнические сооружения. То есть вот сейчас как раз мы уже готовим план работы комиссии противоповодковой. То есть буквально вот сегодня первый уже смотрели. Вот поэтому к этому, конечно, надо быть готовым. Работа общественного транспорта. А как в морозы и снежные дни выдерживался? Нет, и график движения у трамваев. Это муниципальный транспорт, поэтому прежде всего о нем вопрос. Да, у нас были, если вы помните, в прошлом году проблемы, когда холода с трамвайным движением. В этом году, в общем-то, сбоев в работе транспорта электрического у нас не было. Поэтому нормально выходили, график работы соблюдался. Что касается автобусного движения, то тут стандартная наша проблема последнего времени. Это отсутствие водительского состава. Ну и, к сожалению, техника также в холода иногда отказывала. Поэтому были сбои. И, к сожалению, обращения жителей, да, они постоянно присутствуют. Вот именно что касаемо автомобильного транспорта, автобуса. Ну, обращение жителей преимущественно именно по графику, да? Да, по соблюдению расписания, да, по невыходу техники, то есть в какие-то периоды. То есть это, конечно, каждый раз отрабатывается. Но основная причина, еще раз повторюсь, это все-таки дефицит кадрового состава водителей. По теплу в салонах не было жалоб, потому что некоторые трамваи очень даже хорошие теплые ходят, а в некоторых как замороженные. К нам не поступали, скажем так, жалобы. Может быть, где-то перевозчики больше могут сказать. Но в администрацию жалоб по как раз климату в салонах не было. Видимо, то, что ходят более-менее динамично по графику и уже хорошо. Какова ситуация с движением автобусов на северный поселок перед Новым годом? Транспортное предприятие было намерено уменьшить количество рейсов. Это вызвало волнение жителей поселка, микрорайона. Оставили нет прежнее количество? Даже больше, скажу, они не намерены были. Они сократили количество транспорта, то есть на одну единицу всего там ходило две. И, соответственно, уменьшили выход в вечерний период существенно. То есть в 18 часов последний автобус уходил. Естественно, вызвало шпал недовольства. Поэтому администрация города и управление городским хозяйством провели переговоры с подрядчиком. Ну и он вернул, скажем так, прежнее расписание. И сейчас на линии два автобуса работают. Новые автобусы. Когда прибудут в город, два контракта были заключены. И обещали вроде уже перед Новым годом какую-то поставку. Перенесли начало года. 40 автобусов фирмы СИМАЗ мы ожидаем. Значит, поставка пойдет после 19 января. К сожалению, у нас графики точно не были выдержаны поставщиком. Поэтому служба заказчика обратилась с претензией уже. Но тем не менее, обещают и ждем мы автобусы. То есть они у нас придут на наше городское предприятие. Тагильский трамвай. То есть решено, как вы знаете, принято решение главы города о создании подразделения автомобильного транспорта. И ожидаем, что с 1 марта эти автобусы выйдут на линию. Вот вы сказали по поводу того, что служба заказчика с претензией выступила. Это штрафные санкции какие-то будут? Да, это в соответствии с слоями контракта выставлены претензии. Улица Октябрьской революции. Перед Новым годом предусмотрительно были приостановлены работы на инженерных сетях. Там ведется капитальный ремонт, в том числе и газопровода, двух ниток, высокого и низкого давления. А когда возобновятся работы? Основная причина, конечно, низкие температурные параметры, которые вызвали остановку работ. На сегодняшний день подрядчик «Стройгаз» возобновил работу. Точнее, он уже с прошлой недели работает по пайке ниток газопровода. Думаю, что с завтрашнего дня будет перекрыто движение. Сегодня уже расставляются знаки на участке. Перекрыто движение на последнем третьем участке. Да, на последнем третьем участке дороги. Это от проспекта Строителей до улицы Заводской. То есть, там есть схема организации движения и подъезда к домам. В общем-то, и работа, естественно, будет продолжаться. Но также надо отметить, что и здесь у нас подрядчик нас подвел в какой-то части. Уже сроки выполнения работы не просрочены. Точно так же там будут выставляться штрафные санкции. На тех участках, где уже уложен газопровод, там отсыпка будет вестись и движение там откроют? Нет? Смотрите, кроме газопровода здесь будет прокладываться еще линия водопровода и канализации ливневой. Поэтому об их открытии пока речи не идет. Пока не будут смонтированы все инженерные коммуникации. Завершен сбор предложений тагильчан по территориям, которые они хотели бы увидеть благоустроенные в 2025 году. Это как раз нацпроект «Жилие городская среда», благодаря которому мы уже несколько территорий привели в порядок. Сколько поступило предложений, кто из районов лидирует по активности? В прошлом году у нас был объявлен сбор предложений граждан на участие в данной программе 2025 год. И до 9 января данные обращения принимались. В общем-то поступило у нас предложение по 15 территориям общественным. Сегодня они все размещены на нашем городском сайте для организации общественного обсуждения, голосования по выбору тех территорий, которые в дальнейшем будут выданы на рейтинговых голосований по отбору. Вот до 18 января продлится это голосование. В общем-то все желающие могут выразить свое мнение и предпочтение по территориям. Там галочку надо поставить. Да, там можно поставить одну или за несколько территорий, неважно. В общем-то подведены будут итоги и в дальнейшем объявлено рейтинговое голосование. То есть нарисованы будут дизайн-проекты по тем территориям, которые будут отобраны. Ну естественно это будут те территории, за которые большее количество людей проголосует. А сколько выйдет финал уже в следующем? Это будет решать общественная комиссия по результатам вот как раз вот этих обсуждений. Федеральный проект «Чистый воздух», итоги первого этапа 2023 года по переводу частного, имеется в виду частный сектор, там уже на протяжении большей части «Тагилдорстроя» ведет. Каковы итоги? Ну и планы на 2024 год, что предстоит? Да, федеральная программа «Чистый воздух», национальный проект «Экология». В прошлом году нам удалось газифицировать 503 частных жилых дома и программа эта не закончена, только набирает обороты. Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы подавать свои заявки, как компанию «Газекс» на подключение газа. Для жителей своих домов частного. Да, для жителей частного фонда, для того, чтобы газифицировать свой дом. В принципе, условия остаются тех же, то есть 0,1 от суммы на газификацию в пределах 225 тысяч рублей. В общем-то... Это полная сумма на... Это предельная сумма субсидий, выделяемая. То есть, ну, большинством, как мы говорили, средний дом, он укладывается в данную сумму. Если сумма превышает, то все, что сверх данной суммы, собственник оплачивает за счет собственных средств. А так его доля равна 200 рублей, по-моему, да? Да, порядка 200 рублей. Поэтому, в общем-то, программа продолжается. Дополнительные средства нам еще и муниципалитеты по этой программе выделены в размере 38 миллионов рублей. И планы на текущий год 535 домов точно так же газифицировать. Также по чистому воздуху в прошлом году была реконструкция котельных. Пяти котельных сели. Они полностью введены в эксплуатацию, но, соответственно, оформлены документально. Сели дают тепло в дома. Да, пять котельных все запущены в работу были в конце года. Последняя котельная в поселке Сокол точно так же была запущена в работу. Остались по двум котельным работы по благоустройству. Они будут выполняться в текущем году, когда позволит сезон. В общем-то, в целом, цели задачи данной программы, они выполнены, поскольку их основная цель – это уменьшение вредных выбросов. Вот, ну, с первого. Котельные работают, котлы новые, полностью оборудование новое, реконструировано. Еще один инфраструктурный проект, который пока в работе – это строительство новой канализационной насосной станции в пойме реки Тагил. На каком этапе сейчас там работает, что еще предстоит? Ну, помним, там, перекопана была улица Красноармейская. Я так, предысторию немножко расскажу. Эта проблема была давняя. В общем-то, канализационный коллектор 1950-го примерно года постройки, в общем-то, он проходит у нас в откосе поймы реки Тагил. И в связи с этим, то есть, были частые аварии на нем, то есть, труба сползала, расходились стыки. Из-за этого затапливал у нас в том числе стадион «Высокогорец». Ну, и, естественно, стоки попадали в реку Тагил. Поэтому при поддержке правительства, Министерства энергетики и ЖКХ нам были выделены средства для реконструкции данного коллектора и строительства новой канализационной станции. В прошлом году состоялся конкурс в апреле месяце. Ну, и, собственно говоря, были начаты работы. За 2023 год удалось проложить две нитки коллектора диаметром 500 по улице Красноармейской. В связи с чем у нас долгое время там было перекрыто движение. То есть, на сегодняшний день оно открыто и больше уже перекрываться в данной части не будет. Также был проложен новый водопровод диаметром 630 взамен старого. То есть, уже современными пластиковыми трубами. И начато непосредственно уже строительство канализационной станции. То есть, сделаны были фундаменты. Сейчас ведется подъем уже стен, армирование и подъем стен. Ну, и закупается технологическое оборудование. В этом году еще будет часть инженерных сетей, но уже не связанная с перекрытием дороги. Ну, и, соответственно, в течение этого года работы должны быть закончены. И, в общем-то, вся эта система уже введена в эксплуатацию. Какие еще в ближайшее время проекты в своем хозяйстве будет осуществлять водоканал? Здесь сторонний подрядчик канализационную насосную станцию Дагилдурстрой делает. А вот, собственно, водоканал. Какие у них планы? Информация была, что на липовом тракте будут у них какие-то работы висеть в ближайшее время? Водоканал, на самом деле, ну, каждый год у нас в рамках своей инвестиционной программы, программы капитальных ремонтов, выполняет достаточно большое количество работ ремонтных. И в прошлом году это также были вот работы в парке у нас Нижний Выиском по замене коллектора канализационного. Ну, по улице Липовый тракт тоже так же меняется канализационный коллектор диаметром 900 с 22 февраля до конца... О, января до конца февраля будет перекрыто движение от улицы Черных до улицы Плетина для проведения данных ремонтных работ. Ну, и у нас продолжаются работы по замене коллектора также на проспекте вагоностроителей. Там уже работы идут к завершению. Ну, в общем-то, достаточно большой вообще перечень работы с крупных. Могу сказать, что по улице Учительской будет меняться водопровод. Ну, и также от улицы Учительской до улицы Целковского точно так же еще участок водопровода будет меняться большого диаметра. По проспекту Мира или где-то там в другом месте? Нет, это получается, допустим, от улицы Учительской 15 до Целковского 25 будет замена водопровода диаметром 600. И вот где у нас ЦУМ, вот здесь переход, и до Индустриальной улицы точно так же будет замена водопровода диаметром 600. Ну, это где-то над железнодорожными путями вдоль моста получается, да? Это вот как раз сейчас, где у нас ведется работа, получается, переход вот здесь в районе ЦУМа, где пешеходный мост идет, вот параллельно. Параллельно пешеходному мосту. Благодарю вас за участие в нашей программе. О текущих вопросах в серии городского хозяйства нам рассказал заместитель головы администрации города Егор Купасов. Всего доброго. Оставайтесь на АТГИЛ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин